В эфире новости губернии. Здравствуйте, в студии Сергей Дрожевкин и Татьяна Потоцкая. Сначала коротко о главных темах выпуска. Снова космическая столица. В Самаре наградили тех, кто стоял у истоков ракетостроения и говорили о звездном будущем. Кадры из прошлого, которые облетели весь мир. Перспективы и поздравления прямо с МКС в нашем выпуске. Тушат по отмашке. В регионе впервые провели демонстрационные учения МЧС. За сколько минут можно спасти лес от огня? Все подробности узнали наши корреспонденты. В день космонавтики в Самаре стартовали всероссийские соревнования по хоккею. Кубок Владислава Третьяка. Первый день на ледовой арене Дворца спорта ЦСК ВВС. Провела наша съемочная группа. Не допустить беды накануне сезона лесных пожаров МЧС провела в области масштабные окружные учения. К участию привлекли все возможные силы. Специалисты съехались из всех регионов ПФО. Несмотря на в целом положительные результаты, всем понятно. Проверить готовность на практике в любом случае придется одной профилактикой. Лиса не спасти. Руслан Ашуков продолжит. Привлечены все силы и средства. Эти учения – генеральная репетиция. Пожароопасный период уже наступает. По легенде огонь пошел низом из-за непотушенного курка. Огнеборцы разворачивают технику, но стихия не сдается. Сил не хватает. Тогда МЧС атакует с воздуха. В бой вступает тяжелая артиллерия – вертолет Ми-2. Пяти тонн воды хватит, чтобы затушить огонь на площади 50 метров. Скорость ветра и погодные условия влияют на точность попадания. На земле в это время в борьбу с огнем включается тяжелая техника. Трактор вспахивает территорию вокруг, чтобы огонь не перекинулся на дома. Пожарные дружины готовы ко всему. По статистике, основным виновником лесных возгораний остается человек. Понятие угрозы природных пожаров быть не должно. Но люди должны понимать и знать, что с природой надо дружить. За три года из областного бюджета выделено более 350 миллионов рублей на защиту лесов от пожара. Приобретено 97 единиц лесопожарной техники и более 1000 единиц спецоборудования. Увеличился штат работников. Также в лесном фонде региона установлено 26 видеокамер, которые позволяют моментально найти очаг возгорания. Для себя мы ставим задачу, чтобы на этом не успокаиваться, дальше обновлять до конца и технику, покупать новые совершенные оборудования, технические планы, видеонаблюдения совершенствовать. Значит, мы сегодня, губернатор, приняли решение по увеличению штатных числений сработников леса. Вот таким мероприятием, я думаю, мы будем готовы. Действия огнеборцев признали практически идеальными. Однако свое мастерство пожарным придется доказывать еще не раз. Избежать реальных экстремальных ситуаций, несмотря на всю профилактику, вряд ли удастся. Руслан Ишуков, Александр Дмитриев, Новости губернии. Муниципалитеты получат субсидии для обеспечения землей многодетных в областном Минстрое. Рассматривают заявки. В этом году на всю область выделили более 60 миллионов рублей. После проверки документов районы получат деньги. Отмечу, что некоторые муниципалитеты вопрос с предоставлением участков уже решили. Остальные планируют закрыть очередность в ближайшие два года. Острее всего проблема стоит в Самаре, Итальятии. Нехватка пригодных для строительства территорий. Хотя на очереди, например, в региональном центре стоят более тысячи семей. Некоторые решили подать заявки в соседние районы. Информация обо всех уже сформированных участках появится в открытом доступе. И любой очередник сможет подать заявление. В Санчапаевске мне относительно небольшую очередь заявил на 300 участков. Сформируют. Есть порядок информирования о сформированных участках. Будет вывешено на сайте. Может кто-то захочет получить участок уже готовый с сетями в Чапаевске. Чтобы облегчить ситуацию, участки многодетным решили предоставлять не только по месту жительства. В ближайших к областному центру в Олжском и Красноярском районах уже скопились заявки. Кроме того, из программы не будут исключать семьи, где старшие дети достигли совершеннолетия. Но не реализовали свое право на участок до 23 лет. В Самаре нужен лед. О необходимости строительства новой арены говорили губернатор Самарской области Николай Меркушкин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Встреча прошла после открытия в Самаре традиционного турнира имени прославленного вратаря. Все подробности у Ивана Попова. Турнир Владислава Третьяка проходит в Самаре шестой раз. Каз для юных хоккеистов из Казани, Омска, Петербурга, Ярославля и других городов – это отличная возможность показать себя. Тем более на глазах у кумира. Главное, чтобы мальчишки получали удовольствие от хоккея. Потому что хоккей – это наша национальная гордость. И я очень рад, что вот при Возскому городу в пяти городах у нас проходит Кубок Третьяка. Поэтому я считаю, что это большой праздник. Я приехал сегодня с таким хорошим настроением. Почему? Потому что здесь всегда он проходит на высоком уровне. Трибуны полные. И всегда это действительно праздник для мальчишек. Сразу после торжественного открытия турнира Владислав Третьяк встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Речь зашла о строительстве нового ледового дворца. Или его капитально ремонтировать, или его сносить и делать абсолютно. Я думаю, ему надо сказать спасибо и снести его, и построить уже нормальный такой. Потому что, я думаю, снести его легче будет, чем его рекоментировать. Глава региона отметил, что приступить к сносу у старевшего дворца можно будет после того, как в областном центре появится другая ледовая площадка. Сейчас на МТЛ-арену срочно, мы будем на МТЛ-арену, срочно буквально надо начать на МТЛ-арену построить лед. И там еще игровой зал. Срочно. Там все разрешения есть, то есть формальные вещи там все когда-то были пройдены. Знаменитый вратарь выразил уверенность, что с приходом Николая Меркушкина хоккей получит в регионе второе дыхание. С вашим приходом я надеюсь, что действительно хоккей здесь воздействует. Губернатор подчеркнул, что предложенный проект новой арены на 7 тысяч зрителей недостаточно проработан. По мнению Николая Меркушкина, областной центр заслуживает дворец минимум на 10 тысяч. Не исключено, что при строительстве нового объекта возьмут на вооружение финский опыт с двухуровневыми ледовыми площадками. Иван Попов, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Охота за головами в рамках партийной программы «Единая Россия» объявила о старте нового этапа проекта «Кадровый резерв». Организаторы собирают специальную базу молодых, креативных и амбициозных. Всего более 30 тысяч человек со всей страны. В Тольятти прошел региональный форум, где обсуждали, как сделать систему подготовки кадров более эффективной. С подробностями Катерина Зименчук. Проект существует с 2011 года и его актуальность только возрастает. Области требуются люди, организаторы, управленцы, новаторы. Сегодня все государственные структуры, начиная от администрации президента и нашей администрации губернатора, губернатор Самарской области, вызывают очень серьезное значение кадровому резерву. Мы приглашаем ведущих экспертов, которые работают с потенциальными кандидатами на руководящие должности. Для молодежи это еще и шанс понять, по зубам ли будет эта работа. Тренинги, семинары и партийная школа – все, чтобы подготовить достойные кадры. Сегодня обсуждают, как организовать системную работу между кадровыми агентствами, органами госслужбы и общественными организациями, чтобы на госслужбу попадали только самые достойные. К сожалению, получается так, что часто должности занимают по принципам кумовства, близости, а не ответственности и компетентности. Я думаю, что сегодняшний форум станет важной ступенькой именно в реализации этой задачи, чтобы во власть приходили люди действительно ответственные и профессиональные. В ближайшие 100 дней Совет по кадрам «Единая Россия» отберет 100 лучших кандидатов, которые пополнят кадровый резерв управленческих кадров региона. Эту идею одобрил губернатор Николай Меркушкин, а потому новый этап проекта получил название «Губернаторский призыв». Победители отбора будут представлены уже в конце года. Екатерина Демичук, Борис Кислицын, новостью губернии Тольятти. О космическом прошлом и космических планах в Самаре вспоминают легендарный первый полет человека к звездам и награждают свидетелей и участников исторических событий. Да некогда запасное, а после космической столицы 12 апреля – День особой ветеранов отрасли и целой династии ракетостроителей со стены театра оперы и балеты поздравил губернатор и прямо с орбиты экипаж МКС. Легендарная ракета-носитель «Союз», точнее, ее уменьшенная копия, и первый микроспутник «Аист», который отправится к звездам уже через неделю вместе с космическим аппаратом «Бион» в холле оперного театра достижения прошлого и настоящего. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» «Человеком на борту». О будущем уже со сцены. Это на самом деле был поистине всенародный праздник. И я помню, мне было тогда 10 лет, как мы все слушали у этого сельского радиорубки. Этот исторический этап, который был поединен в Самарской области в Советские годы, он на все время и на все время останется не только в памяти, но будет и должна стать главной двигающей силой для обороны Самары, для Самарской области в будущее. Николай Меркушкин отметил, звание космической столицы Самара должна вернуть. И шансы есть. Здесь по-прежнему уникальные производства, и по-прежнему самарские ракеты поднимаются к звездам. Готовить будущих ученых начнут уже со школьной скамьи. По инициативе главы региона откроют центр даренных детей. Уже принято решение о создании федерального университета. В профессиональный праздник сотрудники предприятия аэрокосмической отрасли получили награды от губернатора. Неимоверная благодарность любимому ЦСК «Кобой прогресс». И огромная благодарность и чувство гордости за то, что эту награду я получила от вас, Николай Малыч. Человеку, который за очень короткий срок, за счет своей цвёртой жизненной позиции, за счет тоже служения людям, за счет неравноношенного отношения к труду и к людям, завоевал очень огромное уважение и любовь к жителям и верным. На сцену выходят целыми династиями. У кого трудовой стаж на всех 120, а у кого и почти 500 лет. Поздравления принимают от первых лиц региона и даже от экипажа Международной космической станции. Каким он был, знают и помнят почетные гости праздника – ветераны отрасли. Люди, которые на самом деле создавали ту историю, в которой можно гордиться. Спасибо вам, с праздником вас, успехов, добра и счастья. Со свидетелями исторических событий разговор особый. Он продолжается и после торжественной церемонии, уже в неформальной обстановке. За столом те, кто стоял у истоков и те, кто пишет новейшую космическую историю. Татьяна Потоцкая, Вячеслав Потоцкий. Новости губерния. Первый космонавт подрабатывал грузчиком. Неизвестный факт о самом известном человеке в мире спустя полвека рассказал в эксклюзивном интервью нашему каналу друг Юрия Гагарина и бывший однокашник. Как носили один пиджак на двоих и еще даже не мечтали о космосе. И чего стоило набрать оптимальную физическую форму простому летчику и стать героем. Марина Баркова узнала все секреты. Был у меня друг Толя Навалихин. Он все тянул на лыжню, засыпанные снегом пригородные рощи. Но я предпочитал баскетбол. На лыжах ходил, но не так много и часто, как другие. Так в своей автобиографической книге о своении космоса о друге вспоминает космонавт номер один. Тольяттинский пенсионер хранит эти фото на самом видном месте. В центре только Навалихин. Справа Юрка Гагарин. Познакомились однокашники, когда им было по 17 лет. 1952 год. Это было 14 апреля на озере. Там вода уже теплая, поэтому мы там с удовольствием купались. В 50-м году Анатолий Навалихин поступил в Саратовский индустриальный техникум. С первых дней он шокировал сокурсников страстью к утренним пробежкам. В 6 утра, пока остальные 500 студентов мирно спали, Навалихин нарезал круги по парку. Через год в техникум прибыл учиться и Юрий Гагарин. В общежитии он поселился в комнате по соседству с Навалихиным. А через некоторое время тоже вышел на пробежку. Выбегает парень ростом с меня. Как-то мы сразу улыбнулись друг к другу, познакомились. Я говорю, ну побежали, побежали. Ну все, я вижу, что он поддерживает меня в постоянных тренировках. Ну и таким образом вот с этого и началось знакомство. У Гагарина и Навалихина много общего. Деревенские мальчишки одного года рождения. Оба, как лучшие выпускники ремесленных училищ, выдержали огромный конкурс в Саратовский индустриальный техникум. Гагарин с первого курса возглавил секцию баскетбола, а Навалихин стал председателем секции лыжного спорта. Даже выходной пиджак для свидания у них был один на двоих. Заработали на него, разгружая по ночам баржи в Саратовском порту. Появилась возможность купить вот этот пиджак, который с одного плеча на другой передвигался. Кому-то на свидание, кому-то просто показаться. Вот такие вот шуточные фотографии, это все в этом пиджаке. Система ежедневных тренировок позже привела Юрия Гагарина в школу космонавтов, а его друга в спортивный туризм. Окончив техникум, друзья выбрали разные дороги. Потому больше никогда не встречались. Но не будь только Навалихина. Кто бы привил покорителю космоса любовь к утренним пробежкам. Марина Баркова, Александр Дмитриев, Новости губернии. И на этом у нас все новости. До свидания. В предстоящие выходные погоды в регионе существенно не изменятся. Синоптики прогнозируют понижение температуры и осадки, ведь дождя и мокрого снега. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус трех. Дню 24 выше нуля. Ветер северный 7-12 метров в секунду. На севере и западе области днем минус один, плюс три. На востоке и йоги 2-4 выше нуля. В столице региона ночью заморозки 0-2. Ветер северный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем в Самаре и Тольятти плюс три и дождь со снегом. Восточный экспресс-банк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова